Сегодня Госсовет Чувашии принял республиканский бюджет на 23-й год в первом чтении. В повестке дня было 11 вопросов. Но обсуждение первого, как раз о главном финансовом документе республики, затянулось и вышло за рамки регламента. Многие хотели высказаться, да и доклад министра финансов Михаила Ноздрякова получился масштабным, поскольку это документ, который определяет пополнение казны и ее траты на целый год. Так на что же будут выделены средства? В репортаже Татьяны Молоковой. Основные параметры бюджета, которые утверждают в первом чтении, депутаты обсуждали и на заседаниях комитетов парламента, и на расширенном правительстве. Открывая сессию, спикер Госсовета обратился к коллегам. Он отметил, что задача на сегодня – выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики и финансовое обеспечение всех социально значимых проектов. Адаптация экономики региона к новым реалиям способствует работе по реализации крупных проектов, частных технопарков, развитии другой инфраструктуры. Здесь принятие на федеральном уровне решение о создании на территории города Новочебоксарска особой экономической зоны. Скажите, пожалуйста, какие налоговые преференции будут установлены для организации резидентов этой особой экономической зоны? Есть уже льготы, установленные на федеральном уровне. Это в части освобождения на 10 лет налога на имущество и на 5 лет налога на землю. Но на сегодняшний день поставлена задача нам совместно с Минэкономразвития подготовить изменения в наш закон, где предусмотреть льготы, мы предполагаем, по транспортному налогу и налогу на прибыль. Предполагается, что льготы по одним налогам принесут прибыль по другим. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год оценивается в 80 миллиардов рублей. А это больше первоначального плана текущего года на целых 20%. И доходы определяют финансирование расходов, социальные обязательства, программы, инвестиционные проекты. На региональные проекты соответствующих национальных проектов в консолидированном бюджете Чувашской республики на 19-25 год предусмотрено 77,5 миллиардов рублей, а на плановую трехлетку 23-25 годов 30,4 миллиарда рублей. Коммунист Данилов, обсуждая направление бюджета, как будто бы перечитал выступление Ленина на 10-м съезде ВКПБ о начале новой экономической политики. Государственная поддержка сегодня оказывается не только крупным предприятиям и инвесторам, которые приходят в Чувашию, но также малому и среднему бизнесу. Поддержка малого и среднего бизнеса в современных условиях является драйвером экономического роста. Внимание этому направлению стоит уделить еще больше. На обсуждении бюджета в первом чтении депутаты отмечали, что многие программы в 23-й год перешли из 22-го. Так, например, продолжается финансирование проектов в здравоохранении и строительстве. Как можно не поддержать бюджет? Если по статье детей-сирот 22-й год закрывается на плане 304 человека, я не беру даже во внимание рубли, мне это, наверное, важно, то в 23-й год это 315 человек. В 20,5 раза увеличены предусмотрены затраты на предоставление средств для многодетных семей с 5 и более детьми. Капитальное ремонт и благоустройство территории наших лечебных учреждений почти 500 миллионов рублей. 354 миллиона рубля будет направлено на медицинское оборудование, но вот здесь, конечно, было бы пожелание все-таки эти аукционы проводить в начале года. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что много медицинской оборудования производится вне территории нашей страны. Сейчас логистические цепочки изменены. Практически все фракции поддержали бюджет. Константин Степанов, представляющий ЛДПР, предпочел воздержаться и дождаться второго чтения, чтобы оценить документ. На сегодняшний день фракция ЛДПР довольно младчисленна в своем составе и не может повлиять на процесс принятия бюджета, либо остановки процесса принятия бюджета для формирования согласительных комиссий. Поэтому мы свое мнение выразили. Будем надеяться, что это мнение будет услышано и мы увидим хоть какую-то реализацию, в том числе наших предложений и идей в ходе второго чтения бюджета, потому что первое чтение сегодняшнее – это только основные параметры бюджета. Поэтому посмотрим, а решение окончательное уже будем принимать в втором чтении. Депутаты приняли поправки в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Поправки разрешают направлять материнский капитал на обучение детей в частных центрах, у которых есть лицензия. А также утвердили бесплатное двухразовое питание детям военнослужащих-контрактников, отправленных на службу через военкомат республики и принимающих участие в специальной военной операции. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.